Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире РГВК Дагестан, программа «На виду спорта» и с вами я, Абдурахим Белалав Даганай. А в гостях у нас российский спортсмен, земляк, борец вольного стиля, призер чемпионатов России, лауреат премии «Талантливой молодежи» 2011 года, а также лучший спортсмен 2015 года среди спортсменов-юниоров Мурат Нухкадиев. Ассаламу алейкум, Мурат! Наверняка уже многие телезрители догадались, о ком идет речь и очень приятно удивлены увидеть тебя в нашей передаче и с нетерпением будут следить за нашей беседой. Как ты мне уже рассказал, сюда пришел прямиком из спортзала. Как прошла тренировка? Продуктивно. Утро тоже началось продуктивно, почему-то в Дагестане вдвойне хочется работать, обстановка располагает и вокруг такой складывается, ну не знаю, атмосфера складывается такая рабочая. Вокруг очень много молодежи, которые задают там. А с кем тренируешься? Где тренируешься? Тренируюсь. Групповые тренировки у меня проходят в школе Абдулманапа Нурмагомедова, а индивидуально уже в разных залах, где придется, нахожу место, просто договариваюсь с тренером. Тебя называют одним из мощных борцов Дагестана. А так ли это? Что ты сам об этом думаешь? Из мощных борцов? Да. Я не знаю, как это воспринимать. Если воспринимать, что в плане физической подготовки, то возможно, что физическая подготовка, она хорошая. Но я не сказал бы, что именно для борца самая мощная. Я считаю, что для борца самая мощная подготовка это та, которая приносит ему олимпийские плоды. По тебе видно, связуха у тебя все в порядке. Наверняка отжаться по три тысячи раз за три часа для тебя расплюнуть. Расскажи о своих достижениях. Достижениях, борьбе. На самом деле не добился то, чему стремился на протяжении всей карьеры. И для меня результат это все-таки победить как минимум на чемпионате мира среди взрослых. Поэтому немного разочарования есть. Остался осадок. Но в целом, конечно, очень доволен тем, что именно с этим видом спорта меня познакомила жизнь. Всевышний меня тоже направил посредством моей мамы. Привели меня на борьбу. И какие-то результаты все-таки получились. Выиграть чемпионат Европы до 23 лет, на Кубке мира выступить. Со сборной команды России заняли тоже второе место. Это в Лос-Анджелесе? Да, в Лос-Анджелесе. Три раза Кубок Европы выигрывали тоже в командном зачете. Ну и чемпионаты России. Один из них предолимпийский тоже получился попасть в призеры. Что тебя стимулировало? Как ты настраивался перед выходом на ковер? Всегда стимулировало. Голод был. Голод. И на самом деле одно время, когда получалось поймать кураж соревновательный, именно когда получается, вот оно идет, и ты ни нагрузку не замечаешь, то есть не... И на ковер выходить как-то свободнее, как-то творчески ты располагаешь. Именно вот когда кураж получалось поймать, вот это вот толкало еще, ну, дальше заниматься, стимулировало дальше заниматься, и все тренировки проходили на одном дыхании вот так. Вот какая из побед тебя больше всех вот смотивировала? Ну, самое запоминающее, это, конечно, то, что в детстве был именно чемпионат России среди младших юношей. 32 килограмма я в угол чемпионат России, но очень сильно радовался. А что касается взрослой борьбы, то это Кубок Рамзана Кадырова. А в 19 лет уже, в будущем молодом возрасте, турнир выиграл международный среди взрослых. Тоже очень эмоционально, она сильно запомнилась. И именно тот турнир, который дал толчок именно на международной арене среди взрослых борцов. Ну, наверняка, каждая победа для тебя особенная, и всеми ими ты гордишься. И все-таки, самое-самое значимое для тебя это какая победа? Самое значимое? Самое значимое это то, что звучит громче всех чемпионатов Европы. Ну, я не скажу, что это был самый сложный для меня чемпионат. Ну, как он прошел, расскажите. Он прошел, прошел, было тяжелее на него попасть, на этот чемпионат Европы. Там были некие сложности, немного с тренерами у меня до 23 лет на тот момент были разногласия. Было сложно на него попасть. То есть, я за свой счет поехал на чемпионат Европы, за свой счет приехал на сборы. То есть, меня вообще не планировали сюда везти. Планировали везти другого парня, которого я до этого два раза выигрывал, причем в один год. Пришлось приехать нагло на сборы и наглым образом просто прийти и сказать, я хочу прикидку. И до последнего дня это тоже задерживали, оттягивали и все-таки в последний день дали прикидку. И прикидку выиграл и удалось поехать на чемпионат Европы. Ты и доказал. Ну, хала-алаху получилось, да, доказать. Может, кого-то и разозлил даже. Ну, точно я знаю, что вы следите и сейчас за борьбой. Какие прогнозы на чемпионаты России 2020 и чемпионат мира? Чемпионат России я сам хочу побороться еще. Если так получится, что у меня будет время и оно не совпадет, помню, с моими планами в боях, то я хочу выступить на чемпионате России, поэтому планирую сам выступить и не буду прогнозов давать на свой вес. А твоих намерениях уже кто-то знает? Тренер, к примеру? Да, мне звонили мои тренера, я сказал, да, я выступлю. Я сказал, если... Ну, позвонили и вам. Что сказали? Ну, позвонили, мне сказали, ты выступишь. Ну, просто я когда уезжал, я говорю, я поехал готовиться на бой. Если по времени мне дату назначат бой и время будет, что хотя бы интервал там 15 дней, я говорю, я приеду, конечно, выступлю. И так оно сейчас пока что складывается, что у меня получается выступить. Ну, насколько известно, у тебя были проблемы со здоровьем, что тебя беспокоило? Я две операции сделал на колене, правое колено прооперировал, левое колено затем прооперировал. И в этот же год я травмировал уже плечо. Колени я сразу прооперировал, а вот плечо я долго, ну, уже, как мне потом врач сказал в Красноярске, жалко было меня уже просто обратно под этот нож ложить. И хотели всячески, ну, другими методами попытаться его все-таки залечить, но там около, я не знаю, 30 уколов было в сустав в течение двух лет, ничего не помогало. Сколько я, ну, там, к мануальным экспертам, к всяким разным массажистам обращался, тоже никто ничем не помог, и после двух лет я уже сделал операцию, и получается в тот момент я еще не выступал по борьбе. Не выступал? Нет. Я уже поменял планы, я уже перешел, объявил о том, что я перейду в ММА. Ну, сейчас не будем перед забегать, а потом еще поговорим. Ну, а как все-таки проходила реабилитация, как восстанавливались? Реабилитация, она на самом деле, были ожидания такие, что она будет очень тяжелая, долгая, и врачи тоже сказали, что ты, получается, я в сентябре сделал операцию, сказали, ты в апреле только выйдешь на ковер и вообще просто приступишь к тренировкам, и то такого легкого уровня тренировок. А по истечению всего этого времени нужно будет каждый день закачивать, ну, такая вот тяжелая, нудная работа, с маленькими весами, с тоненькими резинами, и вообще без ничего, то есть постоянно, и физиотерапия и так далее, и так далее. Ну, я чуть-чуть другой метод выбрал, я не стал ходить туда, в ФМБА, называется это, ну, реабилитация, где проходят все члены сборной команды России. Не стал ходить туда, посоветовался с другими тренерами, и по другой методике восстанавливался, и уже через два с половиной месяца я уже делал легкие пуш-вуши, ну, легкие схватки такие я уже делал, а через три месяца я уже в Таиланде, уже чуть ли не на сто процентов работал. Наверняка нет ничего, наверное, хуже, чем получит спортсмен травму, это один, наверное, из самых сложных периодов в карьере каждого спортсмена. Как вы держались, кто вас поддерживал в это время? На самом деле, пока, ну, не сталкиваешься с этим, ну, в полной мере это, ну, сложно понять. Я сам, то есть, до 2017 года, пока не прооперировал ничего, тоже не мог понять этих ребят, которые постоянно ходят на колени, как бывает, постоянно там тот заодно держится, тот другой, на самом деле здесь, так же, как, ну, по вопросам объяснить, так же, как стоматолог объясняет, ну, человеку, когда у него проблемы с зубами, если у тебя на одной стороне начались проблемы, а ты их не исправляешь, то у тебя проблемы начинаются на другой стороне, так же и с этими травмами. Одно колено ты чуть-чуть подзатянул, другое колено ты уже перегрузил, так же с плечами, и получается вот так вот, и пошло вот по всему телу у тебя вот эти травмы. И именно такая история, она произошла со мной, я форсировал немного, форсировал, я быстро сделал операцию, быстро вышел на ковер через месяц. Мне казалось, что я очень быстро восстановил, и уже можно, как получилось, чтобы... Морально был готов. Да, морально был готов, и соревнования тоже, результаты тоже были, и буквально, наверное, вот... Вот где ты выступал после операции? После первой операции я выступил в Бал... А, после первой операции, так... Я выступил на турнире в Якутске, занял третье место, после этого я сразу же выиграл турнир Шевалину Суева. Как-то о себе во время схваток давало знать травму? Нет, 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 нет. Хотя это я чуть-чуть забежал, это вторая операция была. А первая операция... Точно так же я выступил в Якутске, и после Якутска поехал, поехал, по-моему, в Болгарию, там на категорию выше поборолся, взял... Ну, хороший для меня турнир был, я три схватки провел. В Болгарии это чемпионат Европы? Нет, проходил в Болгарии, тогда это турнир был, это после чемпионата Европы. Турнир. И наборолся, мне хватило, приехал, и сразу же выиграл чемпионат России среди студентов, не в своем весе. И уже готовился к чемпионату России, и перед чемпионатом России, вот, я говорю, после операции первой травмировалась вторая, вот, так. А потом уже и с плечом эта история. Ну, с плечом там просто такая чуть-чуть получилась. Как сейчас себя чувствуешь, насколько заряжен? Сейчас с коленями вообще никаких вопросов. Плечо, как есть, скажу, то есть и врач, который оперировал, сказал, прежним никогда не будет, все-таки его постоянно надо будет поддерживать, тонусы, упражнения на него давать и так далее, но работать можно. Понятно. Ну, как ты уже раскрыл все карты, хотя для многих, наверное, это не новость, ты перешел в МВА, откуда такая мысль возникла? Ну, планы были, на самом деле, планы были давно, ну, как бы цель бы стояла 20-20 Олимпийские игры, забегать не хотелось, но именно в тот момент, когда почувствовал, что в Олимпийскую гонку я уже не вписываюсь, я уже, я заранее тоже разговаривал с Резваном Магомедом, с менеджером. Резван Магомедом, который частично работал с Хабибом Магомедом и Забитым Магомедом Шариковым, да? Да, я с ним, первый человек, которому я вообще поделился о своих планах, я ему сказал, что вот так вот так после борьбы я планирую, если что, как бы было бы приятно с тобой сотрудничать, и, ну, взаимностью обменялись. То есть он вам уже готов помочь? Да, 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 на тот момент уже, как бы, согласились с ним устно, и когда вот я сделал операцию на плечо, я уже ему позвонил, я говорю, вот такие планы есть, давай еще сейчас посмотрим, я поеду в Таиланд, посмотрим, как я себя буду чувствовать, и, если что, я уже сто процентов, ну, позвоню и скажу уже, готов я или нет. И так уже и получилось, что в Таиланде я ему уже позвонил и сказал, давай уже, ну, подберем бой. А вот перейти в единоборство, это было лично ваше решение, и вы готовили себя как-то ранее к этому? Нет, ранее не готовил, но, что касается того, что лично мое или нет, постоянно всячески друзья, просто знакомые ребята, кто-то, комментарии в интернете, да, постоянно, как бы, всем было интересно посмотреть, как бы, по данным физическим, всем было интересно, все постоянно говорят, было бы неплохо увидеть тебя в ММА. Ну, решение, конечно, личное было, я, ну, то есть, ни с кем, для отца новость, для матери вообще шок, я ни с кем его не согласовал, сам принял решение. Что набрали за это время после борьбы, начали заниматься боями, ваши сильные стороны, что говорят друзья о ваших ударах? Ну, бокс, это, конечно, отдельная история, это отдельное искусство, пока что на него акцента сильного нет, пока что идет такая работа, чтобы не было паники, ну, в стойке, когда стоишь, можно было спокойно уворачиваться от ударов, можно было спокойно их принимать. Работаешь над защитой. Да, спокойно их принимать, и если, конечно, человек наглеет, увлекается, то его в свое время сразу же успокоит, наказать. Ну, ни в коем случае, пока что задача не ставится, перебить человека в стойке. То есть, главный козырь остается пока партер, я как понимаю, то, что ближе. Добивание, партер, да, перевод, борьбу на нижние этажи и уже там добивание. Ну, со временем у меня в планах не такой стиль, как у всем, прям, все привыкли, именно, который вот все навязывают борцам, как у Хабиба Нурмагомедова, например. Это отличный стиль, но он не подходит под мое, под мое, так сказать, тело, под мои физические кондиции не подходит. У меня нет столько выносливости именно вязать человека, именно удерживать. У меня много взрывной, скоростной силы, поэтому я все-таки хочу... То есть, вам нужно поскорее закончить поединок? Да, не обязательно поскорее его закончить, но провести его с дистанции, например. То есть, поработать в стойке, научиться все-таки в стойке работать и менять. То есть, где-то в партере, где-то в стойке, где-то в партере. Все-таки, там спортсмены разные, наверняка надо всему готовиться. Ну, вот я к всему все нравится. Будут также знать ваши стороны слабые и сильные и будут пользоваться этими возможностями. Ну, сколько, например, я, ну, к слову, да, вот сколько, например, под Хабиба готовится, сколько людей, по-моему, грозились защититься от проходов ноги. Нет, никто таки не защитился от его проходов ноги и никто его стойки тоже не перебил. Так я к тому, что человек свое навязывает и очень успешно. Ты уже в апреле должен был дебютировать. А в какой организации и был ли уже соперник? Да, был соперник. Там, получается, украинец был парень, самбист, 2-0 рекорд у него был. И уже все началось с того момента, что Украина закрыла границы. Спирал пропал, получил спирал, у меня пропал соперник. А затем, через 3 дня уже и Россия тоже начала закрыть границы и закрылась на карантине. А, за режим самоизоляции. Да, да, да. Сильно расстроились? Как готовились? Готовился, готовился, так немного скажу, немного, короче, была перегазовка, немного был темп, немного, как будто не успеваешь. Такое ощущение было, потому что подстрелился по турниру, который проходил именно в Красноярске. То есть узнал, что турнир будет в Красноярске в апреле. То есть вообще планировал на мае, там июнь. Ну, когда узнал, что будет в Красноярске, начал форсировать нагрузку, начал добавлять. И немного такой сумбур был. И, если честно, когда узнал об отмене в бою, немного так выдохнул, пошел в Киев-Сиг, полный доказал, сел и думаю, жалко было только деньги, жалко было только финансовое вложение. А остальное, по большому счету, думаю, в Хала-Севышнем, значит, так надо, значит, так для меня будет лучше, чтобы, то, знаете, может, просто не хватило физически, функционально не хватило бы, ну, немного чувствовал, что перетренированный такой. А в борьбе в какой весовой категории выступал последние годы? В 70. В МА тот же вес? В ММИ в 66, там 65-800 категория, и со временем в планах сменить категорию до 61. Потому что, по-моему, на восстановление побольше времени методики сгонки веса тоже другие, программы по сгонке веса другие, поэтому в планах, то есть, с моими габаритами люди дерутся в 61, то есть, с моей весовой категорией. А что, по-твоему, или для тебя легче бороться или драться? Смотря по какому успеху хочешь прийти, то есть, если ты нацелен завоевать поезд в сильнейшей организации, такой как UFC, да, то, наверное, даже сложно выделить. Если ты просто хочешь повыступать в боях, то есть, можно же варьировать соперников подбирать, организации менять, быть определенным в какой-то организации сильнейшим там и оставаться непобежденным там и так далее, и так далее, то борьба, конечно, тебе такого шанса не даст. То есть, поэтапно ты ушел в чемпионат России бороться, одна шестнадцатая, там, может, тебе повезло, ты с кем-нибудь так более-менее проходным соперником встретился. А с одной восьмой начинается уже, с одной восьмой дагестанцы, осетины, кабардинцы, ну, со всех регионов, да, начинаются сразу сильнейшие схватки уже на чемпионате России. И поэтому и на чемпионате мира также уже в целом борьба, то есть популярность набрала какую-то, наверное, долю популярности в борьбе и бои тоже дали. Хабиб Магомедов постоянно демонстрирует борьбу, и все люди стали бороться. То есть, я раньше, например, приезжал в Таиланд, приходил потренироваться в зал, и спокойно мог этих бойцов пройти ноги, перевести, оторвать, поднять. То сегодня, например, они стали лучше защищать ноги, стали больше ставить акцент на борьбу. Ну, больше времени уделять стали люди в борьбе и ценить ее начали. Именно в силу того, что вот так вот популярно Хабиб Магомедов ей пользуется. Ты уже вот несколько раз упомянул о Таиланде, наткнулся на видео, по-моему, на твоем же канале YouTube, где ты проводил тренировку с Магомедом Исмаилом, как его многие называют, «Лысый тигр». Как он на видео сказал о тебе, парень красивый, симпатичный, обаятельный, но тебя ненавидит. Что он имел в виду? Я даже не знаю, я не помню такого момента. Ненавидит? А, ненавидит, наверное, потому что я его тренировал. Как тренер. Замучил? Да, потому что я его замучил. Я же вот тогда, в тот момент, получается, его силовую работу мы провели, я его растягивал. Ну, очень больно растяжку проводить, и, наверное, из-за этого он меня ненавидит. Понятно. А вот наш «Лысый хищник» к какому бою так и готовился? Тогда он готовился к этому. Менеево, но тогда сорвался бы у него. Сорвался. Понятно. Вот приходилось хотя бы в каких-то любительских турнирах по боям участвовать? Нет. Вообще не было никакого опыта. То есть ты сразу профессионал. Кроме борьбы, ну, соревновательный опыт имеется большой, конечно. Борьба посмотрим, прочувствовать. Самое вот это и волнительное, что, то есть, первый бой, дебют, вот это вот иногда лежит, думаешь, каково это выйти в клетку. Сейчас ты еще более-менее думаешь, ладно, зрителей нету, как бы она больше похожа на тренировочную зону, и как раз думаешь, было бы неплохо провериться, но вот так. Ну, я думаю, уже к тому времени, когда я буду делать бой, а это октябрь месяц, я думаю, уже хотя бы на 50% зрителей уже будут пускать. Потому что, говорят, уже 9 сентября в Москве уже 50% зрителей будет. Так, вернемся в Таиланд. Там многие именитые спортсмены тренируются. С кем-то там спарринговались из именитых спортсменов? Да, со всеми. Делились опытом, что говорили, советовали? На самом деле, очень хороший лагерь. Им, я не знаю, со всеми так бывает или нет, но мне очень много ребят, то есть старались больше пользы принести во время спарринга, нежели там урону. То есть я с ними работал, то есть мне уже там даже приходилось, бей, пожалуйста, говорит, бей. Потому что они все пытались меня чему-то научить. Все объясняли постоянно после тренировки. Очень дружелюбная атмосфера, приятная такая. Братство тоже есть. Такое же, как у нас в борьбе. И независимо от уровня, то есть там бойцы с UFC, то есть тоже такие, да. С UFC, Рустам Хабилов, Петр Ян, там зарубежные, Зубай Ратухугов, Тайсумов. То есть, да, много с кем из них я познакомился именно там. Я Хабилова так, ну, тут был знаком. Ну, а в полной мере, например, с Рустамом Хабиловым познакомились там в Таиланде. Также с другими бойцами. Ты, Мурат Суркарах, да, верно? Переехал в Красноярск еще в 98-м году. Да нет, даже раньше, наверное. Еще раньше, получается. Начал заниматься борьбой с 9 лет, тоже, насколько мне известно. Ну, еще мне известно, что вы играли за Красноярский клуб футбольный. Насколько серьезно это было для вас? Мечтали стать футболистом? Не то, что мечтал. Я играл, мне нравилось. И я, на самом деле, борьбу так не любил, как футбол любил. Я одновременно занимался футболом, борьбой и легкой атлетикой. Я хотел успеть все. И первую я бросил легкую атлетику с футболами. Я вообще до последнего не хотел расставаться, но дома настоялись, что надо больше, ну, лучше, короче, если ты будешь выступать в личном виде спорта, где ты будешь, ну, знаменитый или как, ну, узнаваемый как личность. На какую позицию играли? Нападающие. Нападающие. Сейчас тоже больше люблю бегать в нападении. Наверняка агрессивно играли. Не было такое, что вратаря проход ноги не пугали? Бывало часто, знаешь, такая была, вот, как сказать, я в Красноярске, получается, играл, и школьный ловец, он же какой-то такой грубый бывает, хамский бывает. Могли где-то кто-то плохим словом обозвать из-за национальности, по национальному признаку. Маленький был такой, черный. Бол играть джентльменов, а играют в него хулиганы. Да, вот, и из-за этого было кто-нибудь бежит, 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 бомс, где обозвали, поворачиваешься, и приходилось, да, наверное, раз в пять я красную карточку получал на играх. Понятно. Мурат, где собираешься готовиться к боям? Известно, что в Красноярске очень отличная школа борьбы, но каковы условия для единоборств? Не думаешь вернуться в Дагестан? Да, собственно, я вот, это сейчас я практикую. Я сейчас готовлюсь, у меня получается лагерь, подготовка была, она проходит тут, и, не знаю, наверное, буду варьировать что-то между Дагестаном и Таиландом, когда он откроется. Там тоже очень комфортно, просто готовится, и сейчас я здесь по трамву, тоже очень комфортно. Может быть, со временем и в Америку, блин, получится поездить тоже, проверить лагерь, как там обстановка, посмотрим. Ну, то, что Дагестан – это место, где лучше готовиться, чем Красноярск, это как бы очень очевидный факт. В Красноярске пытаются наши ребята, бойцы, которые есть местные, как-то собираться между собой все равно, но уровень не тот есть, неплохие бойцы, но не такое большое количество, как тут. Ну, в одном интервью я слышал, что ты говорил, что думаешь, даже и в Москву переехать планы? Я так думал, на самом деле, и вот когда вот до пандемии, я думал, бой сделать и переехать в Москву. Ну, сейчас эта пандемия, конечно, планы нормально поменяла, и пока что мысли о Москве точно пока что нет в городе. Я думаю, сейчас наоборот, что-то между Красноярскими и Дагестаном, чтобы здесь побольше быть, именно когда готовится к БМ. Кто, на твой взгляд, один из сильнейших ваших соперников, к примеру, в борьбе и в ММА, и с кем бы вам больше всего хотелось бы встретиться на начальном уровне? Борцы, все, по борьбе-то я с ними, со всеми переборолся, по-много разу, у меня такого жажды там с кем-то конкретно отбороться, кого-то конкретно проверить нету, есть желание просто себя проверить с ними, и все. То есть, это там, в моей категории, это хорошая пятерка спортсменов, Рамонов, Шираев в Дагестане, Рашидов в Дагестане, Чекаев, Ахмад тоже, и Кувар тоже, красноярский парень. Хорошая пятерка собралась, и было бы интересно не их проверить, а себя проверить с ними. А в боях также себя проверить, и это очевидно, то есть, что в первом бою я не буду встречаться с каким-то сильнейшим бойцом, о котором кто-то знает, о котором наслышан. Положили, хотите с кем-то встретиться. А есть, такие есть, конечно, бойцы, да, есть такие бойцы, именно вот в организации, в GFC, если все получат, ну, если задержусь, я у меня в планах есть, так, после там трех-четырех боев, сейчас вот в бой смотрел, наш дагестанец, дрался с ним. Он, по-моему, в моей категории как раз держит пояс, Жора Айвайзян. Он выиграл просто нашего дагестанца, тоже бывшего борца, он у Абду Манапа Нурмагамедова тренируется, поэтому хочется с ним проверить себя с ним тоже, как вот наш Катиновасов с ним подрался, борец, который, ну, у него, к сожалению, не получилось, и хочется себя тоже проверить. Ближайшие планы? Ближайшие планы, жду, жду информацию по поводу боя, где он будет, какого числа, и уже от этого буду отталкиваться, пока что не могу сказать, вот, вот, прямо вот жду вот на этой неделе информации какой-то. Спасибо, Мурат, беседа прошла с тобой очень интересно, думаю, и понравилась нашим телезрителям. Напоминаю, с нами был спортивный и талантливый парень, борец, ну, и боец единоборств Мурат Нухкадиев. На этом я с вами прощаюсь, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин